Сорок шестая глава книги пророка Иеремии Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих, об Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефратев в Кархамисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней, и садитесь в садники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в броне. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад? И сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуется воду его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит, Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его. Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные ефиопляне, и левияне, вооруженные щитом, и ледяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертва приношения в земле северной при реке Ефрате. Пойди в Галаат и возьми бальзама, дева, дочь Египта, напрасно ты будешь умножать врачевство. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии одного ходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. Возвестите в Египте, и дайте знать в Макдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого, и говорили, — Вставай, и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча. А там кричат, — Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время. «Живу я, — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — как фавор среди гор, и как кормил при море, так верно придет он. Готов себе нужное для переселения дочь, жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день гибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, — говорит Господь, — ибо они несметны, их болей, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного, Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, — вот я посещу Аммона, который вновь, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него. И придам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из страны плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя.